МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня постановщик Пауло Мичики представил в Москве свой грандиозный проект «Судный день». Фрески Сикстинской капеллы реалистично воспроизводит трехмерная инсталляция, а на сцене интернациональная команда оперных звезд. На сцене Кремлевского дворца в этот вечер почти 300 человек. Столько же персонажей создал гениальный Микеланджело, когда расписывал стены и свод Сикстинской капеллы. Как будто сошедшие с этих картин четыре героя, уже из знаменитого «Реквиема Верди». Постановка «Судный день» – это соединение знаменитых фресок столетия 16-го, музыки 19-го и технологий века 21-го. Режиссер Пауло Мичики во время спектакля не в удобном зрительском кресле, а за пультом. Лично, не просто следит, управляет процессом. Два огромных экрана, десяток проекторов. Здесь не только техническую сторону нужно знать, но досконально – партитуру «Реквиема». Каждая картина появляется с точностью до секунды. Зато солистам Пауло Мичики дал полную свободу. Они сами знают, что делать и как делать. Я не давал им никаких наставлений, зачем им лишний стресс. Стресса действительно хватало. Всего две репетиции. Зато каких. Накануне премьеры со сцены не уходили с 9 утра и до 8 вечера. Пауло Мичики свою постановку называет шоу. С ним, правда, не согласны солисты. Прима Мариинского театра Татьяна Павловская «Судный день» считает самым настоящим спектаклем, где у каждого исполнителя есть свой образ. Это библейский образ, непосредственно люди, молящиеся, простые души человеческие. Знаменитый бас Паата Бурчеладзе «Реквием Верди» исполняет уже четверть века. Сторонник традиционных постановок. На эксперименты с классикой он уже давно не соглашается. Но этот «Судный день» воображение певца покорил сразу. Я видел очень много. Знаете, какие-то звукоэффекты были, светоэффекты были, какие-то постановочные. И меня не впечатлило ничего. Но вот спасибо этому режиссеру, который поставил это все придумал. Это действительно очень интересно. Не устроило солистов, кажется, только одно. Они не в полной мере могут насладиться знаменитыми картинами Микеланджело. Почти весь спектакль стоят спиной к экранам. В более выгодной позиции оказался дирижер проекта Дмитрий Юровский. Картина-то просто... Это же не просто кто-то в компьютере создал. Это произведения искусства сами по себе, которые гораздо старше, чем сам «Реквием». И поэтому они, конечно, действуют уже визуально очень сильно. И сразу какие-то воспоминания своих собственных посещений Ватиканов. На московской сцене только одно представление. Жутковатое название публику, конечно, не отпугнуло. Сам режиссер в своем судном дне не видит ничего апокалиптичного. И поставил его отнюдь не из-за грозного предсказания календаря мая. Просто так сошлось. Гениальная музыка и гениальные изображения, которые, он считает, будут еще долго восхищать публику. Марина Губина, Денис Красенков, Новости культуры. Наш выпуск на этом завершен. Прямо сейчас программа «Наблюдатель». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова